Дети, рожденные в семьях знаменитостей, кажется, вытаскивают счастливый билет уже в момент своего появления на свет. Но родительская слава и любовь, к сожалению, не являются гарантией счастливой жизни. Сегодня на канале Сплетники дети знаменитостей, ставшие наркоманами. Владимир Тихонов, сын двух легенд советского кинематографа Нонны Мордюкова и Вячеслава Тихонова, подавал большие надежды на сцене и в кино. Правда, никто из звездных родителей воспитанием ребенка практически не занимался. Владимир был отдан на попечение бабушкам с дедушками. Еще в школе мальчика лечили от алкоголизма, а в юности он столкнулся с творческими кризисами и любовными страстями. Развод родителей окончательно подорвал психику молодого человека. О его наркозависимости стало известно лишь после того, как он развелся с первой женой, Натальей Варлей. Они и расстались с ним именно из-за этого его пагубного увлечения. Успел сняться в 18 фильмах. Перенес один за другим два инсульта и умер от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиков в 40 лет. Осталось двое сыновей от двух браков. На старшего сына Владимир Кузьмин всегда возлагал серьезные надежды. Относился музыкант к нему с большим трепетом, чем ко всем остальным своим детям. Да и мальчик не давал поводу тревожиться. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Подросткам Степан серьезно подсел на наркотики. По его словам, он впервые попробовал легкие наркотики уже в 16 лет. Сестра Лиза угостила марихуаной и ему понравилось. Через какое-то время Степан перешел на более крепкую дурь. Отец знал и пытался помочь сыну избавиться от пагубной привычки с помощью психологов и дорогих клиник. Но это не помогло, и однажды под воздействием препаратов юноша выпрыгнул с 18 этажа. Сын Валерия Золотухина, Сергей, с ранней юности постоянно находился в поисках себя, чем изрядно раздражал отца. Старший брат вспоминает, что надлом в психике юноши произошел, когда отец сказал, что расстается с их матерью. Тогда он наглотался таблеток, и когда его откачали, сказал, ничего, в другой раз получится. Когда он женился, были надежды, что Сергей проникнет с спокойной семейной жизнью. Не помогло. Он ощущал себя лишним человеком, увлекался депрессивной музыкой, что, вероятно, спровоцировало употребление наркотиков. Не дожив и до 30 лет, Сергей покончил с собой, он повесился на двери своей комнаты. Сын Иннокентий Смоктуновского мечтал стать не менее знаменитым, чем его отец. Однако отец категорически отказывался бросить за сына, а Филипп был на это очень обижен. Возможно, именно это и стало началом отдаления отца и сына. Когда же сын решил жениться, Иннокентий высказался против, считая, что сначала необходимо получить образование. Это еще больше усугубило их разрыв. Филипп поначалу увлекся алкоголем, затем стал принимать наркотики. Отец во всем винил себя и старался не оставлять сына одного, опасаясь за его жизнь. Когда родилась внучка, все заботы по обеспечению семьи легли на плечи актера. И он работал на износ, не отказываясь ни от каких ролей ради гонораров. Сына часто брал с собой на съемки, а потом невероятно страдал, видя как в автобус, где сидят его коллеги, буквально вносят на руках его Филиппа состояние тяжелого наркотического опьянения. Вскоре сердце не выдержало нагрузок. Олеся родилась в семье прославленного теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. После громкого развода родителей ее воспитанием занимались родители отца. На фоне развода, постоянного перфекционизма и юношеских комплексов становятся нарексичкой, начинают принимать наркотики и попадают в клинику, где ей ставят диагноз «психоз» и «биполярное расстройство». Сейчас вроде бы не употребляют, однако постоянно жалуются на депрессию, рассказывают о своих страданиях психологу и многочисленным подписчикам. Что объединяет все эти случаи, как вы считаете? Недостаток внимания со стороны родителей или какая-то гиперчувствительность самих детей? Напишите свое мнение в комментарии, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на нас в социальных сетях. Благодарю за просмотр.